Анчутки Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересным. Сегодня я хочу рассказать вам о Анчутке. Анчутки это маленький злой дух. Рост Анчуток составляет всего несколько сантиметров. Их тело покрыто шерстью, имеет черную окраску, а голову у этих злых духов лысых. Характерной особенностью Анчутки является отсутствие Петок. Считается, что нельзя произносить вслух название этого злого духа, так как Анчутка сразу же на него откликается и оказывается прямо перед тем, кто это произнес. Пользуясь в википедии, набрал каких-то картинок про Анчутку. Вот не знаю, похоже на Анчутку это выражение или нет. Вот как пишет Ремизов. Сами маленькие, черненькие, мохнатенькие, ноги не ежиные, а голова гола, что у Татарченко. Обитать Анчутка может везде. Чаще всего духа можно встретить в поле, в бане или на водоеме. Также он предпочитает селиться поближе к людям, но избегает встретиться с более сильными их существами. Впрочем, различная среда обитания накладывает особенности на внешний вид и поведение злых духов. Так можно выделить три основных подвида Анчуток. Банные, полевые, водяные или болотные. Полевые Анчутки самые мирные, не являются людям, если тем не позволять. Банные и болотные Анчутки любят попроказничать, но шутки у них злые и опасные, нередко приводящие к смерти человека. Так болотная Анчутка может хватить пловца за ногу и утащить его на дно. Банные Анчутки часто пугают людей стонами, являются им в различных обликах, да и просто могут заставить человека уснуть или потерять сознание. Ну и конечно в природе очень много врагов у Анчуток. Это более сильные духи и дикие звери. Особенно они боятся зверей из семейства собачьих волков, собак и лисеев. Как бороться с Анчутками? Это очень просто. Они боятся железа, соли и если вдруг они вас схватили, то нужно взять и пнуть их чем-то железным, и они вас отпустят. Но совсем избавиться от Анчуток очень сложно. И если они облюбовали какое-то место, то выгнать их оттуда можно лишь, уничтожив строение в огне и засыпку и пилище соли. Ну вот все, что я нашел о маленьком глумдухе Анчутки. Пока-пока. До свидания.